добрый день дорогие друзья с вами я наталья и сегодня я хочу показать вам как у меня растет рассада томатов вы знаете не планировал совершенно съемки о своих так сказать овощах потому что посчитал что тем это не очень вам интересно но поступают вопросы наташа покажите пожалуйста как вы посеяли свои томаты как они вас растут как вы их поливаете что делаете вот сниму сегодня вам кратенькое видео у своих томатов ну вот посмотрите сейчас вот так выглядят мои томаты на мой взгляд достаточно прилично у меня не было совершенно времени конечно их надо было давно честно говоря вот подсыпать уже землей но я тут была занята их в комнате было достаточно тепло и они немножечко вытянулись но в принципе посмотрите состояние их очень очень приличная должна вам сказать что вот эти томаты которые вы видите сейчас это мои собственные семена и вот если кто-то говорит что там схожесть не очень то мои томаты схожесть сто процентов я вам сейчас покажу вот эти томаты на другом окне и немножечко расскажу вам о них ну вот так вы где томаты мои на втором окне вот посмотрите как они взошли как они себя сейчас ведут я очень довольна если учесть что в общем то внимание то я уделяю им практически мизер у меня нет никакой подсветки посмотрите они очень хорошо развиваются еще раз повторяю что свои семена семена очень крупноплодного сорта высокорослого и схожесть составила сто процентов но вот здесь у меня еще растут томат который я приобрела в магазине здесь конечно не так все благополучно как мои собственные семена но вот такие как на черри томатики красная вишня вишня красный вернее черри кота я вот посеял несколько штучек они взошли хорошо на удивление вот эти крупноплодные семена вот любящие сердце красное вот я посеяла схожесть очень очень слабая мне пришлось их даже пересеять вот а в основном конечно томаты на мой взгляд выглядит великолепно вы знаете в этом сезоне я как никогда очень мало грунта насыпала в стаканчики вот здесь может быть плохо вам видно вот видите всего две ложечки конечно надо было давно уже подсыпать вот сюда грунт и томаты так сильно не вытягивались но в принципе не все так сказать потеряно у меня еще есть время я сейчас это сделаю вот так выглядит мои томаты у вас очень много вопросов что я делаю как я поливаю и вот сейчас я возьму один из поддонов со своими томатами поставлю их на табаретку чтобы не было удобно и подробно покажу вам и расскажу что я с ними буду делать как я вам и сказала вот взяла один поддон с томатами поставила на старенький табурет приготовила вот здесь почву вы знаете она мне немножечко пересохла потому что стоял дома но я ее увлажнять не стала потому что буду потом увлажнять ее после посадки вот здесь приготовила еще кое-что об этом я чуть позднее скажу ну и что я буду делать значит неудобно конечно мне снимать и но я буду вот так брать земельку вот так подсыпать под каждый каждый свой томатик сейчас я вот покажу вам как я вот здесь подсыплю вот вот вы видите да вот и и буду подсыпать земельку практически в общем по шею по шею нашим томатиком вот так сейчас я вам покажу вот сейчас немножечко это вот так вот видите вот вот так я сейчас подсыплю в каждый горшочек земельки вот для того чтобы томатики давали дополнительные корешки если бы я конечно сделала это чуть раньше то вот эти растения они бы пустили всю свою силу на то чтобы давать дополнительные корешки в горшину в этом стаканчике но ничего страшного и сейчас в принципе это еще не поздно вот так я присыплю сейчас каждый свой горшочек землей вот и буду поливать свои растения сейчас тут еще один уж присыплю коль начала и расскажу вот отключусь во первых засыплю все свои горшочки вот так вот почвой и потом расскажу вам что я буду делать дальше вот так вот вот так мои хорошие вот так сейчас отключусь на некоторое время засыплю все горшочки горшочки свое стаканчики вернее землей и расскажу какие мои действия будут дальше вот так я засыпала все свои томатики можно сказать по шейку ну вот видите да до первого листа ни в коем случае листочки эти не обрывать я не засыпать их грунтом не буду вот до них я засыпала ну а теперь конечно надо полить эти томаты потому что и грунт которым я засыпала он абсолютно сухой а у меня как всегда опять эксперимент осталось немножечко ради фарма я говорю вам я делаю на глазок ну вот так сейчас вот чуть-чуть ну вот так чуть ливанула ради фарма у него кстати такой неприятный запах мне так не нравится вот так слегка вот прям с принцовкой размешаю его никогда вы знаете никогда ничем я не поливала я вообще в общем-то розы свои кормлю по полной программе различным препаратами что касается овощей то я стараюсь минимум использовать всякие препараты но вот знаете провожу эксперимент хочу попробовать использовать ради фарм вот набираю спринцовку набрала и вот теперь аккуратно но тщательно пролью почему тщательно вы знаете у меня очень-очень сухой грунт которым я засыпала третье он даже слабо пока впитывает в себя влагу вот так я сейчас вы знаете желательно чтобы не попадала сильно на листву я пролью все свои томаты а вот и потом поставлю их снова на подоконник на подоконник ну в общем то здесь сделал нехитрое вы разберетесь сами засыпали полили и поставили на окно или где там они у вас так сказать хранятся очень много вопросов по прошлогоднему видео я рассказывала что вот в том году я проводил эксперимент и в принципе я сейчас не поливаю томаты сверху только вот в том случае когда подсыпаю грунт все остальные поливы своих растений я делаю строго в поддон мне задают вопросы наташа как часто вы поливаете томаты в поддон но вот здесь единый такой рекомендации сказать что через два-три дня там через неделю я вам сказать не могу у всех разный температурный режим у кого-то 20 градусов комнате у кого-то 16 у кого-то 25 я просто слежу за тем как вот ведет себя грунта почва вот так вот приподнимаю стаканчик ага смотрю сух сухой там все сухо тогда я прямо зайти на сантиметр наливаю вот сюда водички отстойной и вот это вот эти стаканчики они впитывают водичку снизу и таким образом у меня никогда не бывает слава богу тфу 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 никакой корневой там гнили шейки там вот черные ножки или что там бывает на томатах я этим так сказать такой бедой не страдаю мои томаты всегда растут здоровые крепкие до от теплой погоды вернее теплой температуры в комнате они у меня могут немножечко вытянуться потому что я не предпринимаю никаких шагов к тому чтобы там подсвечивать или прочее и некогда этим заниматься я не усложняю себе жизнь вот но во всяком случае томаты вырастают всегда мощные сильные крепкие и здоровые вот так я думаю что я ответил на все ваши вопросы в дальнейшем значит как вы понимаете по мере роста я буду еще раз подсыпать грунт до тех пор пока стаканчик не будет полон землей к этому времени на моя рассада укрепиться уже будет мощный сильный и в принципе через какое-то время она будет готова для того чтобы я смогла ее высадить в теплицу уже больше никаких пересадок из этих там стаканчиков прозрачных я не делаю я сразу из них сажаю свою рассаду в грунт я вам обязательно все это покажу расскажу и вы увидите какими я посажу свои с какая моя рассада будет какой я посажу в теплицу и какой урожай томатов будет у меня на этом я свой ролик заканчиваю всего вам самого доброго если вам понравился мой ролик ставьте лайки подписывайтесь на мой канал с вами как всегда была наталья от талия